У него морковный нос, и к метели он привык. Любит зиму и мороз – это белый снеговик. Во дворе дома на Олимпийской 37 таких фигурок уже больше десятка. Здесь собрались и Снегурочка с Дедом Морозом, и герои детских сказок. Автор работ – местный житель Владимир Усков. Все соседи дружелюбно зовут скульптора дядя Вова. С самого утра он трудится во дворе, изготавливает гнома. Мастер признается – работа тонкая, почти ювелирная. Сначала нужно подготовить основание, и только затем наносить сверху специальную смесь. Ее рецепт предельно прост – снег и вода. Вот вся масса. Вот такая вот. Вода, конечно, она уходит. Она стекает, вниз уходит вода. И внутри. А где я врезал? Внутри происходит ловко-то снег. Вот он, снег. Лед только пленка остается. Ловкость рук – немного фантазии. И вот уже очередной ледяной шедевр готов. Остается нанести последний штрих – доделать глазки. Владимир Усков рассказывает – все это не ради славы. Хочется подарить людям радость и хорошее настроение. Да это все для людей. Ну, для детей, для детей в первую очередь. Чтобы пришли с граффилой, чтобы на лавочку можно сесть. Она любой вес выдержит. Вот так сделано. Ни одно только условие – не ломать. Потому что, я говорю, пять фигур было, когда ломали. Первых двух снеговиков он слепил в декабре прошлого года. Вдохновил первый снег. Шло время, и семейство героев стремительно пополнялось. Во дворе уже обосновались Чиполина, Чебурашка и Колобок. Но самый любимый и дорогой сердцу автора – старичок-лесовичок. Бабуля нам говорит, кто появился новый, потому что она из окошка все видит. Мне очень нравится ежик. Он такой красивый. И сзади иголки у него такие красивые. Я даже не знаю, как он их сделал. Это радость только для нас. Нам очень нравится. Все, конечно, в восторге. Ближайшие дома все к нам приходят. Каждый раз говорят – все, больше не буду, больше не буду. А теперь опять гномик появился. Новая фигура. Будем ждать Буратино. Материалы для декора мастер выбирает простые. В ход идут различные ткани, елочная мишура, крышки от пластиковых бутылок. Инициатива от жителей только приветствуется. Одно расстраивает. Такое творчество недолговечно. С наступлением весны от героев не останется и следа. Только теплые воспоминания и фотографии. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.